Привет! Из обещанного, друзья! Сегодня будем учиться рисовать губы. Видео будет непривычно для вас продолжительным, поэтому устраивайтесь поудобнее. Возьмите лист бумаги с карандашом и порисуйте со мной по схеме, которую я вам покажу. Я в описании рассказала вам историю с этого дизайна, поэтому он будет чуть-чуть в другом варианте. И здесь фоном будет являться не серый гель-лак, а камуфлирующая база. Это новенькая база и я обязательно вас с ней познакомлю позднее. Покрываю матовым топом. Вот этим. Я хочу сделать золотые потеки от кутикулы в поддержку основного рисунка. Рисую черным гель-лаком. Это он. Я пока не сильно приближаюсь к кутикуле, полмиллиметра оставляю. Много гель-лака тоже не набираю, чтобы он точно просох из-за своей концентрации пигмента в составе. И только в конце подвожу гель-лак ближе к линии кутикулы. Сушу 1 минуту в LED-лампе 48 Вт. Втираю пигмент в дисперсию пушистой сухой кистью. Мне понадобится густой крепкий топ. Сначала покрываю тонко, а потом добавляю каплю для объема. Сушу и очищаю ноготки от пигмента. Вот что у меня получилось. А сейчас я перехожу к основному рисунку лицу девушки с губами. Это указательный пальчик, чем я прорисовываю. Этот же черный гель-лак я смешала с тонким топом. Вот этим. Чтобы он не придавал объем рисунку. И мне не пришлось потом глобально выравнивать ноготь финишным покрытием. А теперь схема. Повторяйте за мной. Вот центральная ось. Линия улыбки. Вы уже видели, как я ее нарисовала. В первую очередь намечаю линию носа. От кутикулы это примерно миллиметра 3-4. Не приближайте слишком близко к линии кутикулы и не опускайте слишком низко. Во втором случае слишком длинная переносица получится и останется много пустого места. Композиционно будет смотреться это не очень. Губы здесь должны смотреться основным элементом. По большому счету можно и без носа обойтись. Нарисовать только губы. Но я продолжу. Берем расстояние от линии носа до линии овала лица и делим на 3 равные части. Обязательно поверните и проверьте. У многих получается, что нижняя часть больше, чем остальные. Это происходит потому, что линия овала лица изогнутая, сбивает глазомер. Верхняя точка из этих двух это линия губ. Берем расстояние от линии носа до линии губ и делим пополам. Это высота верхней губы. Нижняя может быть такой же по размеру или чуть больше. Я сделала чуть-чуть больше. Как определить ширину носа? Вот у нас получились два равных отрезка. Длина этих отрезков это размер, который я буду использовать в дальнейшем. И назову его нулевой отрезок, чтобы вы понимали о чем я говорю. Нулевой отрезок я отмечаю по линии носа от центральной оси ногтя в одну сторону и в другую. Здесь заканчиваются крылья носа. Это две прямые маленькие черточки. Многие рисуют их изогнутыми, как скобочки. Это, конечно, правильно, но когда рисунок большой. Когда у вас маленький размер ногтевой пластины, это будет смотреться грубо. Теперь ноздри. Это не точечки. Рисуем ноздри, как капельки. Еще можно сравнить с семечкой. Есть два варианта. Уложить эти семечки острыми концами друг к другу на линию носа. И второй вариант, когда они рисуются по диагонали отвернутыми острыми кончиками друг от друга. При рисовании второго варианта служится впечатление, что носик вздернут или приподнят горделиво подбородок. А в первом варианте это чисто вид анфас, то есть прямо. Я воспользуюсь здесь первым вариантом. Рисую губы. Контур верхней губы. Это нулевой отрезок. Такой же нулевой отрезок рисую на линии губ. Здесь тоже нюанс. Не прогибайте линии этих отрезков, если рисунок слишком мелкий. Рисуйте прямые линии. Мне надо найти размер губ. На линии губ от центральной оси ногтя отмечаю нулевой отрезок и еще половину. С другой стороны то же самое. Соединяю прямыми линиями. Здесь тоже постарайтесь без прогибов. Нижняя губа чуть меньше по длине, чем верхняя. И остаются непроработанными вот эти отрезки. И их как раз я изгибаю. Этот трюк заменит вам все. И пухлость губ, и легкую улыбку. И в мелком варианте сделать это легко, и смотреться будет классно. А теперь на ногте. 4 мм от кутикулы намечаем линию носа. От линии носа до линии овала лица это расстояние я делю на 3 равные части. Верхняя точка это линия губ. Расстояние от линии носа до линии губ пополам. Это ширина верхней губы. Нижняя губа чуть шире. Намечу для себя центральную ось. Нулевой отрезок от центральной оси на линии носа. Отмечаю в одну сторону и в другую сторону. Это ширина носа. Ставлю черточки. Это крылья носа. Укладываю на линию носа ноздри, как в первом варианте. Отмечаю нулевой отрезок на контуре верхней губы и на линии губ. Определяю размер губ. То есть это полтора нулевых отрезка от центральной оси ногтя в обе стороны. Соединяю. Делаю улыбочку. И нижняя губа чуть короче по длине, чем верхняя. Сушу. Затемняю чистым черным гель-лаком самые глубокие места рисунка. Это ноздри и линия губ. Можно еще черкнуть под нижней губой. Сушу. Этап светотени тоже подробно разберем. Я начинаю с теней. Это тот же состав, которым мы рисовали эскиз. Черный гель-лак, смешанный с тонким топом. Нужно закрасить нижнюю часть носа на высоту ноздрей. И растушевать к верхнему отрезку на верхней губе, не доходя до него. Закрасить всю верхнюю часть губ. И под нижней губой. Закрашиваю. Чтобы растушевать, очистите кисть от материала. Сушу. Теперь свет. Ставим каплю на нос, чуть-чуть заходя на тень. И растушевываем ее вверх. И вот такие маленькие черточки между ноздрей и линией крыла носа. Также закрашиваем треугольник от линии крыла носа до уголка губ с одной и с другой стороны. Проводим по контуру верхней губы тонкую линию. Свет на нижней губе и на подбородке. Надо смешать белый гель-лак и тонкий топ. Поставила каплю, чуть зашла на тень и растушевала вверх. Чёрточки на крыльях носа. Промежуточная фиксация 3 секунды в лампе. Закрашиваю треугольники от крыла носа до уголка губ. Свет на нижнюю губу и на подбородок. Сушу. Второй этап это акценты и блики. Ещё раз. Ставлю точку на кончик носа. Растушевывать уже не надо. Обвожу контур верхней губы. Точка на нижнюю губу и на подбородок. Сушу. И покрываю матовым топом с выравниванием. У меня вот такой блеск с золотым отливом. Смешиваю его с густым топом и выкладываю на верхнюю губу с объёмом. Сушу. Теперь на нижнюю. Потёк на нижней губе рисую чёрным гель-лаком. Для рельефного шарфика мне понадобится гель-краска желе. Вы уже с ней знакомы. И в этот раз чёрная. Кистью для градиента делаю вот такой мазок по контуру линии лица. Сушу. Втираю пигмент в дисперсию и покрываю густым топом. Вот что у меня получилось. На этом всё, друзья. Благодарю за внимание и общение. Приятно с вами. Присылайте мне в инстаграм, что у вас получилось. Или отмечайте. Мне очень интересно наблюдать за вашим творчеством. Ссылки традиционно в описании. Всем пока. Не забудьте сделать скрин схемы. Субтитры сделал DimaTorzok